Ребята, всем привет! Приветствую вас на канале The Played Home. Сегодня с вами поиграем в игру, которая называется Aven Colony. Давно, на самом деле, за ней слежу. То она у нас была немножечко недоделана, то они постоянно проводили доработки и улучшения. Вот, но сейчас она стала вроде как более играбельная, поэтому тот самый момент, когда стоит, может быть, на неё посмотреть. Эта игра зайдёт тем однозначно, кто любит такие игры, как всякие SimCity, как Planet Base. Здесь, то есть, идёт такая космическая постройка, целая колония. Мы будем отвечать, в принципе, за развитие её. Вот, но как у нас всё это будет дело выглядеть, давайте с вами вместе посмотрим. Набираем новую игру. Да, нам предлагают разные варианты здесь. Можно просто песочницу, кстати, сделать. Можно сделать песочницу без всяких компаний, в принципе. Да, давайте сделаем просто песочницу, попробуем. Так, начальные ресурсы. Ну, давайте не будем выпендриваться, поставим сразу высокие. Природные катаклизмы средние, а задачи миссии разнообразные, да, будут указывать, есть ли... Так, с экспедициями, ростом населения. Ну, оставляем, да, пускай будут. Хотя, хотя да, пускай будут оставляться. БВ2 средний, минералы средние. Так, ну, всё остальное, в принципе, я думаю, контейнеры снабжения, в принципе. Так, ну, давайте поставим три маяка. Не знаю, что дают, ну, пускай будут с ними. Грузовые контейнеры, это у нас... Так, нехватка ресурсов, нет, доп. ресурсы. Нормально, пускай, ладно, да. Так, и сложная экспедиция общая. Ну, всё, оставляем такую, как есть. Посмотрим, что у нас это выйдет. Соответственно, у нас здесь надо будет заниматься полностью провизией наших поселенцев, да, кто там будет жить. Их, кстати, мы видеть не будем, ребят, то есть это только... Ох, нихера, аси, тут черви ещё вылезли. Серьёзно? И что мне теперь с ним делать? Он будет нас убивать? Ты кто такой, мать его твою, а? Ты кто такой? Ты что за чучело такое? Жесть, почему-то всегда, короче, в таких играх есть на других планетах огромные черви. Вот просто огромные черви. А, всё. А, слушай, это что такое-то он? Это он нам источников сделал, каких-то нормальных. Всё, я понял. Окей, красавчик, красавчик. Так, ну что, ребят, это наша база. Это у нас солнечный модуль, да, производит энергию. Значит, наши основные характеристики с вами указаны внизу. Это пища, это у нас вода, естественно. Это у нас хранение, то есть сколько у нас ресурсов есть. Это качество воздуха, это население, это нанятое, это то, что нам позволяет строить. И это наше электричество. Так, что у нас с вами есть? Это что такая, кстати, за штука? Модуль жизнеобеспечения, да? Ну, скорее всего, они там живут у нас. Так, ну что ж, мы с вами будем строить, начинать нашу... Доступного нового миссия, да? Досить население 60 человек. Ну, а это нам надо будет дома строить. Так, хорошо, перед тем, как мы это все будем делать, давайте поставим, наверное, сейчас... Хотя давайте на туре поставим... Нет, не будем ставить дома. Я думал, мы можем действительно поставить такую тематику домов. Так, жилище, сооружение. Вот, склад. 12 энергий требует. Хорошо, мы сначала-то начнем заморачиваться с энергией. А, что у нас есть? Энергетическая батарея поглощает электричество из своей энергобазы или возвращает хранимый. Ну, по сути, у нас некий аккумулятор, да? Так, как мы будем вообще развивать наше поселение? Я думаю, давайте, наверное, космическую... Тему не космическую, а как ее, господи, энергию солнца будем тянуть в сторону песка. Где-то тут в этих районах будем находиться, да? Как-то вот так мы это поставим. И сюда мы с вами протащим сейчас наш провод. Ой, провод, туннель. Естественно, они на улицу выходить наши поселенцы не могут, поэтому они ходят исключительно по таким вот туннелям. Так, и поставим еще здесь, наверное, солнечную панель рядышком с ним. Большую сразу же, да? Так, отлично. Кстати, мы разобрались. Это что такое у нас маяк? Пайка на... Кстати, ну, пускай останется пока, да. Так, где-то они тут разговаривают и тут ходят, походу. Либо дома все сидят сейчас, пока никто не работает, да? Так, все, кто у нас строят? Находятся они у нас вот здесь. Их можно улучшать. Улучшение, кстати, сколько стоит? Останавливается 12 нанятых, да? Ну, хотя давайте, ладно, улучшим тоже следующим ходом. Чтобы было два у нас робота. Так, дальше. Нам надо вопрос решить сейчас с водой. Атмосферный конденсатор развлекает... Требует всем энергии, да? Так, добывать воду из-под земли, чтобы не заполнять хранилища колонии воды. Ну, да. Ну, давайте его поставим где-нибудь. Так, 180. Максимальная воды. Максимальная... 18 воды сейчас. Вот здесь у нас, конечно, поинтереснее источник. Вот здесь, да? Ну, здесь мы, наверное, как раз-таки и поставим. Так, единственное, надо туда протянуть сейчас нашу... Ммм... Туннели. Так, по поводу солнца. Солнце у нас, в принципе, здесь не важно, где-то все будет ставиться. Это, в принципе, везде добывается у нас, да? Еще ветряки есть. Но ветряки, опять же-таки, нам сейчас не очень нужны. Так, энергия, вода у нас есть. Энергия у нас сейчас запас 56. По поводу воды у нас сейчас... Пока что мы идем всегда в минус. По поводу еды и воды. Следовательно, нам сейчас надо еще вопросы решить с едой. Еда, 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 еда. Вот это, наверное, у нас... Да, фермерские сооружения, да? Производить всякую разнообразную пищу. Так, это смотря, что мы будем выращивать. У нас есть ячмень, брокколи, кукуруза. Ну, давайте, наверное, брокколи. Хотя бы арбузы. Кукуруза, кстати, да, у нас? Вот есть... А, киноа. Так, растение с высоким содержанием протеина. Хорошо случится в сухом климате. Ну, как раз мы с вами находимся в пустыне. Вот пускай здесь у нас это все дело и растет. Только пустынку мы... Ой, кстати, стоп. Это здесь, здесь, здесь. Ну, давайте, наверное, да. Давайте, наверное, где-то здесь это все будем выращивать. Вот в этом направлении у нас, да? Сейчас мы туннель подтянем. Так, и еще один вот так вот. Все. Блин, он уже поставился, нет? Блин, а что он не соединяется? Пускай будет так, окей. С этим мы разобрались. Так, с едой. Теперь нам единственное, что нюанс нам нужен... Мы, кстати, их можем всегда применять местами. То есть, вот, все, видите, у нас теперь еды стало плюс... 0,8 в плюс мы начали походить, да? По воде пока что еще идем в минус. Вопрос только почему. Качает больше воды оттуда. Сейчас посмотрим, как он будет сильно качать. Так, ну, минус 0,7. Странно, странно. Я думаю, он будет быстрее. Так, теперь нам нужен сам завод, который нам будет производить наши хреновины, да? Которые, с помощью которых мы будем строить. Так. Добывать минералы, железо, так, соли, камни. Сколько требуется оттета нанятых? Требует 10 энергий, 10 работников, 15 нанятых. Ну, давайте поставим это вот здесь, предположим. Сейчас мы это дело подтянем. Так, а по поводу материалов я что-то не понял, не понял, не понял. Так. Технологии. Научство для сооружения охраняя артефактов. Артефакты нам не нужны. Так, стоп. Дроны, энергия, транспортные средства. Управляющие ресурсы нет, жилища нет. Так, стоп, одержи нас. А, так, громовая башня, громоотводная, точнее. Так, стоп, что-то я подзабыл. Подзабыл, 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 где у нас производится... Кстати, у нас здесь нет населения, да? Нам всегда надо одного человечка нанять. Так, нет, ну не настолько высокие, нейтральные. Что я могу сделать для тебя, говернер? Они все почему-то все пошли, да, у нас? Так, эта херня работает, работает. У нас пока что все отлично, все у нас работает. Так, не могу понять, где у нас производят. Строите новые нановитые установки для переработки. Где нам их построить? Этелетический центр. Украшения. Так, стоп, не то. Борьба с чем мой. Магазины. Закусочная. Нет, не то. Технология сооружения. Так, технологичные, точнее. Так, мы читали это уже. Так, это стоп, у нас это на ветре... На ветру работает. Вода. А, нанятые железо, меди и вод. Отлично, требует 8 энергии. Ну, нам надо сейчас энергетическую станцию сначала поставить, солнце. Так, солнечную панель. Позволяет производить... Это, да, он здесь ставится, да? Позволяет производить электричество из геотермальных источников и предотвращать выбор с ядовитых. Хм. Классно, производит максимальная энергия. А, 24 нанято. Ну, окей, давай поставим. И нам надо будет это все дело туда еще протянуть. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, что он, кстати, не хочет, да, все затягивать ее? Так, ну, а теперь мы сможем спокойно эту штуку поставить. Прямо в аккуратном хватило вам, да? Прямо вот тут, аккуратненько, вот прям вот, тютельку-тютельку укладываемся. Поставим его здесь. Пускай будет производство у нас происходить тут. Это, в принципе, не имеет значения. Если, может быть, чуть-чуть ускорим, скорость х2 поставим. Так, ну, база наша, поселение потихонечку разрастается. Нифига здесь такие, кстати, дыры, они нафигачили. Охренеть. Просто охрененно. Черви накопали. Естественно, нам придется здесь с вами все захватывать, искать контейнеры. Кстати, вон, контейнеры уже вижу. Ну, дронов поблизости нету в радиусе. Поэтому нам надо... Ну, это чуть позже, все, не будем спешить. Сейчас главное, чтобы мы все это с вами сделали. Не хватает энергии, да? Ну, что, сейчас хватит. Сейчас эта штука начнет работать. 72%. У нас немножечко перерасход энергии пошел сейчас. Кстати, мы можем поставить солнечную панель. Так. Производить, правда, всего лишь 8, да? Во. Теперь проблем, я думаю, не будет. Ни с кем и ни с чем. Так. Единственный нюанс. Чтобы у нас все-таки приезжали люди на работу, нам надо... О, зима наступает, да? Нам надо будет ставить с вами космопорт некий. Не помню, где он находится. Сейчас, я думаю, этот вопрос тоже с вами решим. Как замерзает здесь все у нас, а? Зима от нас встала, походу. Прямо-таки так. Так, вот транспортная тема. Так. Так. Путешествия на другие станции. Нет, это не то. Вот. Наверное, 25 юнитов нам. У нас сейчас небольшой идет прирост. Плюс 0,7. Поэтому 0,5 сейчас, да, потихоньку. Это вот то, что здесь добывается. Это все идет туда. Двадцать пять, двадцать шесть уже. По идее, у нас просадка пошла. Но добывается. Пока что все хорошо, да. Так, нам надо поставить им какой-то дом. До шестнадцати колонистов. На самом деле, нам было бы сделать больше, да? Так, тридцать шесть поддерживает. И шестнадцать. Давайте подождем. Поставим домик побольше. Сразу же, разом. После этого мы будем ставить уже для приезда наших колонистов. Так, что у нас там, кстати, вода? Вода, 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 вода. Вода, вода, вода. Вот у нас она. Качает, качает. Так. Только тогда, когда воды будет менее шестнадцати на колониста. Нет, давайте поставим все-таки, да, минус. Минус шестнадцати на колониста. Минус двадцати двух. Попробуем посмотреть. Триста пятьдесят у нас пока что воды. Вроде особо в сильный минус не уходим. А вот с едой вопросом надо будет решать. Обязательно ставить что-то круглогодичное нам. Так, отлично. У нас есть новое жилище. Водно можно поставить. Жилище давайте, наверное, будем ставить где-нибудь... Ну, не на зеленой территории точно. Где-то вот здесь, наверное, да? Вот так вот сделаем. И с этой стороны, в принципе, будем с вами тянуть тематику наших домов. О, нифига себе, что за кристаллы такие там? Интересно, юзать можно? Нет, походу нельзя. Да, что-то прям погодные условия здесь у нас не алю. Вообще не алю. Так. Население для... Точнее, для населения мы выбрали дом уже. Осталось нам теперь только построить... Так, стоп, у нас энергии не хватает уже, опять-таки, да? Так, батареи нет, а вот солнечная энергия нам сейчас нужна. А, стоп, солнечная. Солнечная-то сейчас хорошо, но у нас сейчас солнца нету, поэтому... В основном ветряк лучше. Он должен зимой крутить по полной программе, теоретически. Давайте с вами даже сделаем два их, наверное. Режим вентилятора, кстати, запускает ветряную трубу в обратном направлении, что разгоняет токсичные газы, требует 12 единиц энергии во время работы. Все, наоборот, потребляет энергию, но... Так, 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 начался год референдума, да? Горожане будут голосовать в конце сезона. Боевой дух, статистика, боевой дух у них нормальный. Ну, я думаю, пока их все должно устраивать, то есть, типа, в мое управление. Посмотрим, насколько долго у нас хватит, конечно же. Так, ну что, сезон урожаев пошел, еда поперла вверх. А вот с водой, конечно, беда. Нам надо будет поставить... Давайте вскоре, минуточку еще. Надо будет поставить точку на добычу воды. Пока что что-то мы видим немаленький минус. Та, где у нас вода? Вот у нас. Так, насос. Так, не заполняет хранилище колонии водой, но работает только тогда, когда количество воды на жителей количество слишком мало. Атмосферный кондициал. Извлекает скромное количество воды из атмосферы. Эффективность ниже, чем водяного насоса, но может производить воду где угодно. Также может расщеплять воду и пройк косорог. Ну, кстати, классная тема. Давайте поставим ее. Так, вы получили 77 бросов. Похоже, да. Да, я доволен. Я доволен. Ставим вот там его. И, наверное, нам надо все-таки будет сейчас вопрос решать. Да, скоплением именно для того, чтобы наши колонисты могли нового прилетать. А то у нас населения пока что мало. И все работают, видите, очень по одному-два человека какие-то. То есть, надо, чтобы было их больше. Ну, полная занятость, это логично. Так, здесь 0 человек живет. Здесь 6, 5 из 16, а здесь 11. А, кстати, всего у нас человечков сколько? Правильно, неизвестно. Точнее, где-то известно, не могу понять, я вам. Так, 92 энергии, так это не то точно у нас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Суммарное количество игроков, интересно. Ой, поселенцев наших. Ну-ка, может, в статистике? Не, это режим прослоек. Это не то. Так, 23 у нас, да? Хорошо, хорошо. Я рад, что вас все устраивает, мое управление. Во! Строим порт. Давайте, наверное, прямо вот здесь его бахнем. Они прямо отсюда будут прилетать и сразу на работу пойдут. Это что такое там черное летит? А, это туч, наверное, такая. Скорее всего, да? Отлично. По энергии у нас АВО. И транспортный корабль. Три новых колонистов за рейс. Классно, 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 классно. Да, реально, один наше количество людей. А, вот население. Население, население. Всего. Так, сооружение. Максимальное... Всего колонистов 16 человек у нас, да? Да, всего 16. Ну, хотя нас новые пришли. Вон, они побежали, видно, были на работу. Вон, видите, бегают. Идь, идь, идь. Так, 7 и 6. Срамо интересно, что у нас падают наши данные. Так. Потихонечку падают наши проценты, да? Да. Хорошо. Так, ну, у нас теперь надо что-то сделать. Оборонительную фигню поставить, наверное, от всяких штормов и прочей ерунды. Такая мы ее вдруг гроза. Там начнется что-нибудь еще. Так, привез он кого-то, да? Три новых колонистов. Сейчас посмотрим. Да, 19 стало. Отлично. Все. Сейчас у нас и дома будут заселяться. Ну, сначала, наверное, все какие-то эти бункеры нас, да, прокачают, добьются до конца. А после этого уже все остальное. Так, у нас вопрос о потере опять еды происходит. Так, ну, давайте поставим. Вот тут, наверное, где-нибудь. Вот тут давайте. Отлично. Так, кстати, а мы можем здесь что-то вызвать у нас, да? Вальда нанятая. Ну, вот давайте вызовем. Что нет-то? Пускай будет. Вода, Пайкин. А мы все их вызовем сразу же. Так. Контейнер мы утилизируем сразу же. Ресурсы мы с вами получили. Хорошо. Так, что ты у нас выращиваешь? То же самое, да? Давай, может быть. Давай лучше ячмень выращивать будем. Так, и по поводу еще одной нам надо с едой вопроса решить. Так, теплица выращивает культуру, кстати, круглый год. Это классная вещь сама по себе. Давайте где-нибудь вот здесь, наверное, поставим. Прямо вот тут. Какие-нибудь арбузики туда воткнем. Так, а что у нас с водой? Так, что там у тебя тут растится будет? Давай арбузы. Гоняй-ка, гоняй-ка лучше арбузики. Так. До второго уровня плюс 72% пищи. Давайте прокачаем. Так же, как, в принципе, наверное, можно и прокачать батарейки, приположим, которые у нас будут хранить больше энергии. Не очень это много у нас занимает, поэтому... Так, транспортный корабль, бурение. Можно здесь тысяча с железа. Ну, давайте прокачаем тоже. Пускай прямо жесткая прокачка всего, что по можно идет. Раз у нас есть небольшой бонус в плане этих самых. Кстати, давайте мы тоже это улучшим. Плюс один дрон. Так, и, наверное, все-таки вопрос пора решать со складами. Склад мы, наверное, поставим прямо где-нибудь вот тут. Ну, отлично, 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 отлично. Так, ну все, где-то, я думаю, так. Опять, ну что, я думаю, на этом моменте мы с вами остановим наше прохождение по данной игрухе. Вот так у нас неплохо база начала с вами развиваться. Что будет дальше? Какие с нами дальше будут происходить катаклизмы? И если вам это вообще все интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайкосик. А с вами был дядя Сережа Пулей. Как всегда, всех люблю. До новых встреч, всем пока.